Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы с вами будем говорить о сельском хозяйстве. Осень, время уборки урожая. И следующая проблема обычно, как сохранить этот урожай. И сегодня у нас в студии директор рай Александровского элеватора Зелинский Вадим Анатольевич. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Здравствуйте. Рай Александровский элеватор. Это новое, абсолютное сооружение, которое недавно был подарок нашим землеробам. Совершенно верно. Когда? В прошлом году, по-моему, или даже в этом году мы его снимали? В прошлом году, в июне месяце, мы его открыли. И за текущий год мы достроили второй этап строительства. И на сегодняшний день два этапа у нас впущены в эксплуатацию общим объемом 45 тысяч тонн единовременного хранения. Вот Рай Александровка, почему именно там был построен элеватор? Дело в том, что Рай Александровка расположена именно на границе трех районов. Это Артемовский, Славянский и Краснолиманский. Это самые богатейшие районы по земле, по зерну. Поэтому, чтобы не утруждать колхозников и сельхозпроизводителей этих регионов, мы поставили на границе трех регионов, обеспечив их тем самым объемами под их зерновые. Какая мощность элеватора, еще раз, пожалуйста? На сегодняшний день мощность единовременного хранения 45 тысяч тонн. И что там храним? Принимаем мы абсолютно все культуры. То есть сезон, когда идет зерновые, это пшеница и очмень, ранее, июль-август месяц, мы принимаем зерновые. И затем подключаемся на более поздние. Семена подсолнечника, кукуруза. То есть все, что выращивается в нашем регионе, мы все культуры принимаем. А вот само строительство, оно действительно нужно было? Понимаете, дело в том, что до строительства нашего элеватора многие сельхозпроизводители жаловались на то, что нет возможности сохранить урожай. Им приходилось продавать его за копейки, потому как не было возможности его подработки, хранения и последующей продажи уже крупным трейдерам по более подходящей для них цены. А как мы знаем, обычно цена поднимается к Новому году и ближе к весне. То есть у нас наши земледельцы, они сначала собирают урожай, но не продают его целиком сразу, а стараются сохранить попозже, к весне, может быть. И вот именно для этого и существует элеватор, чтобы было где хранить этот урожай. Да, в момент уборки, когда идет пик уборки зерновых, цена очень низкая на зерновые. Но ввиду того, что нет мощностей по району и по региону в целом, по сушке, качественной очистке, приходилось отдавать в другие областя, в другие регионы, забирали у людей прямо с полей за копеечную цену, потому как в складах своих хранить не было возможности, потому что надо было подсушить, подчистить и затем заложить на хранение. На сегодняшний день мы предоставляем такую возможность, полностью весь комплекс подработки, хранения и продажа в любой момент, в любое удобное время для сельхозпроизводителя. Ну вот, я как не сельскому человеку, а почему нельзя у себя на своих площадях как-то высушить это зерно? Это дорогостоящее оборудование, это технологии? Ну, понимаете, чем больше хозяйства, тем больше зерновых. Когда идет пик уборки, в потоке очень тяжело просушить, построить очень дорого. Зерносушилка со всем комплексом оборудования обойдется в приличную копеечку для сельхозпроизводителей, но это может себе позволить поставить крупный сельхозпроизводитель, у которого больше тысячи гектар земли, а маленький, куда обращаться им. Вот мы предоставляем абсолютно всем. Я хочу сказать о политике цены и качества. Вот вы сдаете по оптимальным ценам для производителя. Довольны ли наши производители той ценой, которую теперь они получают за услугу сушки и хранения? Дело в том, что мы и прошлый год, и этот год. Нам не приходится рекламировать свой элеватор. У нас всегда есть клиенты, у нас всегда идет поток зерна. Цены наши приемлемы. Они на сегодняшний день самые низкие в регионе. Это Артемовский, Краснолиманский, Славянский, даже Изюмский район. Самые приемлемые цены низкие. Поэтому обид нет. Хорошо. А теперь вот этот год. Год, когда во время посевной шла война. Вот это как-то повлияло вообще и на производство? В принципе, повлияло. Значит, было несколько, много причин и очень таких негативных причин, которые не позволяли нам загрузить элеватор полной мощности. Это прежде всего взорванные мосты. Это в районе Ямполя. Это Краснолиманский район. И в районе Семеновки. Это Славянский район. Поэтому свободный доступ к нашему элеватору был по ограниченным дорогам. И опять же, ввиду этих блокпостов ограниченное по времени. Мы договаривались, пытались договориться. В принципе, у нас это получилось. Зерновые пропускали. Пропускали в полном объеме. Но ограничения по времени есть. И, естественно, у нас увеличивается транспорт, доставка за счет объезда вот этих вот взорванных мостов. А вот сейчас, опять-таки, во время посевной была война. Во время жатвы опять еще она, не знаю, кончилась, не кончилась. У вас в полной, в мере загружен элеватор вот сейчас осенью. Дело в том, что даже когда шла активная фаза проведения АТО в нашем регионе, наш элеватор не прекращал работать. Мы также продолжали оказывать услуги по приемке, подработке, отгрузке. Да, это тяжело было перевозчику, потому что весь риск ложился полностью на них. Но, тем не менее, элеватор не прекращал свою работу. На сегодняшний день есть опасения какого-то возвращения того, что было у нас летом. Но все равно люди нам доверяют, люди везут, люди подрабатывают. То есть элеватор не стоит, элеватор постоянно в работе. И на сегодняшний день более 15 тысяч тонн мы уже приняли по элеватору. Это ранние зерновые и подсолнечные. Ну и как человек, связанный с этим производством, обеспеченным ли будем хлебом, как вы считаете? Славянский район показал довольно-таки достойный урожай. Хлеб есть. Я думаю, что хлеба будет достаточно на весь год. Просто не всех сейчас устраивает цена, по которой можно продавать. Но, тем не менее, переработчики мукомольни работают, продолжают работать. Хлебом обеспечивают. Зерна им хватает. А вот если у нас повысят цены на газ, на электричество, как вы к этому отнесетесь? Я считаю, у нас цена и так не самая низкая. И независимо от того, какая цена у нас газа в Украине, мы дотации не получаем, платим в полном объеме. Соответственно, если будет повышение цен, и мы не будем вкладываться в свои экономические расчеты, мы будем вынуждены поднять цены по услугам, по сушке. Главное, чтобы он был. Вот это самое главное. А кто вас покупает зерновые? На сегодняшний день у нас участвуют в закупке зерновых на элеваторе крупнейшие компании и трейдеры, такие как Cargill, Noble, Kernel, Урожай. Это, в принципе, весь спектр по переработке зерновых, то есть мука, хлеб. Это переработка семян подсолнечника и, соответственно, комбикорма, кукуруза. Плюс трейдеры – это экспортный вариант. Закупают, вывозят, экспортируют. А сколько людей работает на элеваторе? Более 30 человек. На сегодняшний день 36 человек у нас в штате. Это, скажем так, более-таки современные технологии, то есть у вас какая-то новая линия? У нас полностью все автоматизировано, компьютеризировано. Установлено польское оборудование Array, программа немецкая Siemens. Поэтому в смене принимают участие 3 человека обслуживающего персонала плюс 2 человека лаборатория. Это намного, наверное, меньше, чем было до, скажем так, советское время. Все управление идет с компьютера. Все автоматизировано, везде стоят защиты, блокировки. В чем я еще хотелось спросить. Вот ваше производство, оно платит налоги в районный бюджет, да? Насколько вот ваше предприятие важно для экономики района? На сегодняшний день, просто построив элеватор, мы дали возможность открыть новые рабочие места. Соответственно, это зарплата, это налоги, которые идут в район и непосредственно в поселковый совет. И ввиду наших объемов и оборотов мы платим все налоги, которые полагаются. То есть очень важно, я думаю, район подтвердит. Мы часто бываем на коллегиях в районе, которые говорят, часто говорят об убыточных, об убыточном сельском хозяйстве. Вот вы не убыточные. Нет, прежде чем построить элеватор, мы сначала много объездили по Украине, посмотрели сельхозпроизводителя, посмотрели зерноперерабатывающие комплексы. Соответственно, составили бизнес-план, сделали расчеты по нашим возможностям, по нашим затратам и какие у нас будут прибыля и обороты. Поэтому строился элеватор по расчетам. Он не строился на авось. И как запланировали? Как запланировали, так построили. В общем, как бы так подведем итог нашей беседы. Сегодня мы можем говорить о том, что урожай в районе есть, что хлеб сегодня на наших столах в любом случае он у нас будет. И ваш элеватор тоже будет работать, как бы сказать, на благо всего этого района нашего и других районов, которые смежны. У вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям, может, с какими-то пожеланиями? Приглашаем всех сельхозпроизводителей воспользоваться услугами нашего элеватора. Те, кто с нами работает, они также продолжают работать. Приглашаем всех, кто еще с нами не пробовал. Ну, я думаю, что это очень приятная новость для наших телезрителей, приятная информация. Вот на ней мы и закончим нашу беседу. Всем напоминаю, что у нас в студии был Вадим Анатолий Зелинский, директор район Александровского элеватора.